Дорогие друзья, вот прозвучал вопрос, как тем образом произошло мое падение пучином музыкальных развлечений. Это все было военные городки. Отец мой военный, матушка учитель. Папа распределился в поселок Школьный, Симферополь-28, Симферопольского района Куринской области, откуда управляли заходом, где находилась школа сержантов, где находился один из самых крупных центров управления космическими аппаратами в мире. Там было все, что было лучшего в этом смысле. И там проходила моя юность. 8 лет я там жил с 1965 по 1973 год. И находясь в третьем классе средней школы, родители отвели меня за руку в музыкальную школу. Маленький городок, счастливое детство. Была шестидневная рабочая неделя. Мы каждый утро вставали, вместе с водителями шли на зарядку. У нас мамы работали в школе. Соседка была литератор. Моя мама была математикой, поэтому мы все учились хорошо. Попробуйте выучить литературу, потому что придется ссор, ее обязательно все скажут. В школу ходили пешком, ничего не боялись, потому что никаких из преступников не было. Мы только про них книжки читали. Если у пацанов было меньше двух кружков, то на него смотрели как на дебила. Хотя мы и курили, и пили портфель, и матерились, и там все остальное. Я считаю, мне повезло, потому что перед развлечением у нас был король, Оля Старостин, который наизусть знал половину золотого теленка и почти все 12 стульев. У нас это считалось, кто больше знает цитат, от мертвого осла уши. Мы играли в шахматы, мы стреляли, мы делали скобочники, такие замечательные оружия из резинок. Мы играли в 300 спартанцев. Я научился разбирать автомат за 4 секунды. У нас была зорница профессиональная. То есть на бегание с автоматами мы смотрели как на идиотов. А так мы работали на ключе, махали флажками. Все происходило достаточно интересно, бодро, весело. Все это был Крым. Это моя юность. Это великолепное место. Жили в степи, продуваемые ветрами со всех сторон. Там красный закат на востоке. Горали педли. И школа прекрасная, где нас учили наши мамы. И прекрасное совершенно развитие. Учитель физкультуры. Виктор Петрович Глазатов вел с нами занятия по темнастике. И учительница. Все были очень ответственны. Крым. Это Крым. Это запах горячего мяса. И море. Это шумки Борисов. И ласковый солнечный свет. И на свете ни злости, ни смерти, ни боли. Ничего больше нет. Ничего больше нет. Это Крым. Это желтая жесткая створка рапан. Это светостолбы. Это красная крабья крышня. Это ягод кизила, раздавленных алые раны. Это все для меня. Это все для меня. И опять приснилось мне. Мы живем в одной стране. Мы летим, как стая птиц. Без таможенной границ. И от кушки до курил. Алым пламенем горим. И для каждого открыт. Сладкий мир с названием Крым. Это солнце и море. Твое бесконечных размеров. Это счастье простого. Бездомный мешок. И проснувшаяся моя сладкая детская вера. В то, что будет всегда. Нам с тобой хорошо. Это Крым. А лето синим прочерком. Нам в жизни пишет очерки. И уезжать не хочется. За полосу жары. И снова оправдания. Проблемы и задания. В густое ожидание. Есть где-то остров Крым. Есть где-то остров Крым. Лето, пляж, море, песок. Это будет вечно. Солнце, прибитое гвоздями к небу. До горизонта вода. А сверху солнца пятно. А в них любая беда Уходит камнем на дно. Пустая небо лазур Над переменой мест. На нас все тянет на зюль. На нас все тянет на вес. На нас все тянет на зюль. И на вес. Я на весь этот срок Стану носом приличен кумажте. Что с единственной мыслью До моря добраться скорее. Белой линией в жизни моей Полосатой цепняште. Светлой памятью Прошлых моих пионер лагерей. Пускай сгорают на плах Вокзальных бед миражей. Вот жаль, что слишком мало Моя счастливая жизнь. Разрежет будто, Разрежет будто ножом Порток насущных сапог. Пусть будет сон зажег На весь на будущий год, На весь на будущий год. Я на весь этот срок Стану носом приличен кумажте. Что с единственной мыслью До моря добраться скорее. Белой линией в жизни моей полосатой терняжде Светлой памятью прошлых моих пионер лагерей Пионер лагерей До горизонта вода И вот такая зарисовка ночной купатель Кто хоть раз в жизни купался ночью Понимаете, что это такое? Особенно театр в пионерском лагере Особенно когда отбой уже был Особенно пока по лагере ходят дежурные Ну, это задача, в общем-то, дирекционно-ответной группы Тротист Монта-Ато, Монта-Беста Они тут не видели На взгляда это теплое черное море В котором лежишь на спине И видишь небо, звезды А вот шапку типа какой-то шум Я думал, что это шумит такое Потом я на дно с фонариком И выяснил, что это камень, что нет Под тобой Перекатывает в любовь И они шумят Я не думаю о вечном Созидательном труде А лежу в себе беспечно На спине В морской воде Я лежу и ветер дышит В бесконечной вышине И спиной шорох слышу Под собой Песка на дне Под собой Песка на дне Под собой Песка на дне 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 Просто есть мечта Поехали в Крым Ну вот Как-то Получается То одно То второе Дачу мы сошли Чтоб в Крым не ехать Теперь ее Екатерина воду восстанавливает Детьми А я в Москве сижу Один Гордый А вы назовите дачу Крым Пишите на крыше Вот спасибо И выкопайте черное море Не я Не сказку К сожалению русские люди не знают Русские это прилагательные Русские границы Русские люди не знают Свою Родину Что в ней Лучшее Из того что есть в мире Вот например Человек который Займает 5 место В мировой квалификации Райдеров Их Их сотни тысяч на самом деле Их Ничего не делают Только ездят в огородных А это вот наш Совершена Воздушно-десантных войск Диналий Хричков Который живет в поселке Петерскол По месту своей прописки Который служил в армии ПТВ В 90-е годы И рассказывал мне Как они Забивали на ночь Доски Досками дверь входную Соседние казаки Жили в Узбеке Которых было Человек 200 А их было всего 10 Наших И вот чтобы не произошло Никаких действий Они заколачивали двери Окна Уложились спать Утром Выдирали эти все гвозди И шли Заниматься Ежедневной деятельностью Динокречка Причем он не жаловался Он просто рассказывал Как прикольно Это место Мировой классификации Райдеров На горных лыжах Вот я эту песню Большим удовольствием Ему посвящаю Замечательный человек Спокойный Как удар Но лучше его Не паникаться На лыжах Наверное только Саша Байдаев Наверное Или лидеры Я хочу домой Пожалуйста Давай полетим Давай полетим Давай полетим Это небо сегодня Господь приготовил для нас Взбив своими руками Подушку вершинных снегов И земля под названием Северный Этот Кавказ Объяснит на всю судьбе С пустых человеческих слов Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Ты ведь помнишь Сталик этот первый Единственный раз Как запела Как запела Зажглась Заиграла Под солнцем Душа И обрывки Серебряных Этих Единственных Фраз Наконец Перестали тебе Своим светом мешать Давай полетим Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него в твоей коске Слишком высоко А давай с тобой вдруг Просто полетаем Прислонившись к атласу небес Жёсткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Праворукая тачка раздолбана По бытия Там, где лело и право Не сразу сумеешь найти И блестящая прошлая слава Потухший маяк Мне бессильно Желают удачи На этом пути Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Давай полетим Снеговой волшебный круг Никогда не тает До него в твоей коске Слишком высоко А давай с тобой вдруг Просто полетаем Прислонившись к атласу небес Жёсткою щекой Давай полетим Давай полетим Давай полетим Аплодисменты 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 Мне ужасно приятно было Когда приезжаешь И заходит Гена А он такой И квит у него такой Все время Пишется, да? Будто он наелся Вот чего-то такого Что нельзя кушать Он подходит Так тебе Здорово Типа ты опять приперся Я говорю Здорово Вот Потом начинаем Вот говорить Он так начинает улыбаться уже Но человек все время В том же находится А то в радость прячет Да Есть такое Выражение лица То есть агару спрячет Если вас куда-то послали Значит вас где-то ждут Ах Да Называется Да Да Хотите попасть в Америку Идите служить в ракетные войска Ну как известно горные лыжи Это такая разновидность любви Ты где-то должен совершать Противоестественные движения И придержаться И умывая себя Как это ты будешь делать Не важно Это как секс Главное чтобы вы достигли оргазма Вместе Ну чтобы вы его достигли А что вы при этом будете Какие вы будете делать Значит движения Какие вы будете Испускать звуки Это уже не важно Это ваше личное дело Глубоко личное И поэтому Делиться этими Сокровенными Значит сведениями нельзя Я езжу все время коряво Ноги у меня раскорят Стена прямая Вот Мой инструктор Академик Академии географических наук Значит Михаил Баженов На меня орал все время Когда ехал на канатке На втором сидите Орал Калентин Ну так Согни колени Вот И сейчас я его слушал внимательно Я хохотал А вот этот козелый Вот он Вот он Урод Да И я так до сих пор Я боялся его ужасно Я из-за этого даже Когда вот Упал Логу себе разрезал Наголин прям Зашел себе ногу Нитками Боялся что Баженов Он имел рост 145 сантиметров Вот такой Ног такой длинный И такой пронзительный взгляд Я говорю Не 4-5 тысяч Всё Ну чё тебе надо Я говорю Миша извини Сама Всё нормально Вот И он это самое В общем Жёстко с нами обращался Ну и правильно делался Вот И вот в корнях вышек Есть разные виды катания Там длинные дуди Короткие дуди Там горель Вот А есть такой вид катания На канатных дорогах Очень хороший вид Не в ледовой заснеженной яме Не под ветром сбивающим с ног Хорошо наблюдать за друзьями Из вагонов канатных дорог Ветер снизу снежинки гоняет Ну а ты наблюдаешь в окно Как они там внизу исполняют Как они там внизу исполняют Горнолыжный свой танец смешают Вот летит породатый мужчина Так что сыплются искры из глаз И без видимой внешней причины Ударяется фейсом об айс Всем в вагоне становится больно От ужасной картины такой Ну а он едет дальше довольный И беспечно нам машет рукой Вот красивая девушка едет В облегающем тело крико И вокруг вздыхают соседи И жалеют мол так далеко И глядят вожделенно на деву И поближе стремятся к ней стать И вагон накриняется здесь навлево И канатчик кричит твою мать А под нами планета О вы Черно-белого цвета И безумное лето В голубых небесах Все такие смешные Все такие родные Все такие дурные Будто это я сам Вот инструктор по имени Львович Группой чайников склоны скребет А у них тормозят даже брови Один устремился вперед И орлом в наукра пролетает И все в ужасе падают в снег И лениво вагон обсуждает Вот сыграл город и человек А под нами планета Эй Черно-белого цвета Эй И веселое лето В голубых небесах Все такие смешные Все такие родные Все такие дурные Будто это я сам Вот они Офигевшие мчатся С головою своей между ног И сиянье голыжного счастья Достигает канатных дорог Эти люди, одетые пестро Видят вместе огни и миражи Это все наши братья и сестры На горе под названием «ЖИ» А под нами планета Эй Черно-белого цвета Эй И веселое лето Голубые небеса Все такие смешные Все такие дурные Все такие дурные Вот так это я сам Эй Вот так это я сам Да ведь это я сам Ну а естественно Человеческая душа нежная Несовершенная И она в фильме И приступы каких-то ностальгии Она мучается из-за того что Вот это я 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 Он не думает о деньгах Он не думает вообще ни о чем Кроме тем Что вот Какая девушка Поехала Как бы выпить сейчас Вот И все эти желания Они как-то вот Реализуются Материализуются В общем Да Вот А потом надо решать И наступает период Жуткой тоски Переживаний А там горах сейчас идёт И Львович бродит В сад сперёд Сункистер спорят Называется песня И в гордолыжной обуды Толпится у дверей народ И закурит друг дружку Прогусит И лыжи тащат за носки И крема всячески наносит На нос Финальные масти У нас там утро Полный час намаза Семёрка белая висит И солнце всех Кто в лыжах Сразу Сжечь изо всех Стремиться силу Кто погарит Несётся Асом Кто Загорает На спине А кто Вымачивает Мясо Своё В полусухом Вине У нас там Вечер этот Точно И ничего не разобрать Вон где Готовится Порочно На пицца А потом орать Вот эти ищут Приключений И Точно И И И И И И Наши И И И И И И И И Тихо-то выехали вчера. Ну что еще песня была написана, то, что вы попросили. Песня, естественно, получилась хорошая. Первый раз в жизни меня пригласили в 99-м году, в феврале, на кинофестиваль. Происходило это все в таких дивных условиях, когда, помните, 99-й год, война в Чечне шла вовсю. И такая обстановка была не очень интересная, была очень веселая обстановка. Нам зарплату не платили по нескольку месяца. И вот мне звонит мой знакомый, Николай Николаевич Агафонов. Это потрясающий человек, москвич, который обожает просто вырос в Донбай. И он все время в Донбай ездит, людей туда... Он говорит, слушай, поедешь в Донбай песню петь? Я говорю, а сколько? Он говорит, ну, наверное, только за дорогу. Я говорю, ну, наверное, поеду. Тут он мне звонит уже непосредственно перед поездкой, говорит, поедешь? Я говорю, а сколько платить? Он говорит, ничего платить не надо. Я говорю, ну, тогда поеду. Пошел поговорим со своими начальниками, мне выписали командировочное удостоверение. И я поехал в этот Донбай. Полное счастье. Приезжаю, значит, все это начиналось в доме тяну. Я взял рюкзак, положил туда самое необходимое. Получился вот такой рюкзак. Мониторфон, 50 кассет, штаны, кроссовки и так далее. Хорошо, спасибо. В последний момент мне дали с собой красивую рубашку, по которой я потом ходил на концерты. И лыжи, естественно, в чехле. Я иду со всем этим делом, гитара. Ну, как все у них песни было. Иду туда, значит, вижу, стоит Аристарх Леванов. Вы знаете, народный оркестр России. Красивый мужчина, такой, кашемеровый парток, длинный. С этакурит изящно. Увидел меня и говорит, слава богу, хоть один горнолыжник есть. То есть туда взяли артистов, которые о горных лыжах знали только то, что они и есть. 50 человек артистов и меня взяли до кучи, потому что я был знаком с главным организатором. Подходим, садимся в автобус, мне говорят, ты кто? И за регистрируйся. Я пошел в регистрирус, сказал, что я военный. Мне сразу дали ящик воду и сказали, никому не выдавай. Без команды. Я этот ящик положил себе под сиденье. Меня сразу стали уважать все мужики. Стали со мной разговаривать, что-то погибли сигареты и т.д. А вдруг ходили тетки недавали. Там, оказывается, было несколько съемочных групп и мужики, операторы. Им ужасно ходило, значит, поправить здоровье, а тетки им запрещали. Ну и неважно. Сели в автобус, приехали во Внуково. Дальше я хожу и лекарство думаю, сейчас сколько с меня денег сделут за пропуску лучше. И тут объявляют, что пассажиры чартерного рейса 33.86, Москва, Минеральные воды, просим пройти к такой-то стойке. Проходим к этой стойке, а там открыто дверь, и прямо стоят тетки улыбающиеся. А там с нами летели Джигурда, Тириенко, Зинаида, Народный артист, который играл в сериале «Тихий дом». Кандулайнин. Ну, люди, которые их знали во всей стране. И объявляют, что вот ваш, просто кладительная тележка, ваш багаж и все, без всякой оплаты. И у меня ощущение счастья начало нарастать. Я с этим ящиком с водкой. И когда я встал в ящик, они говорят, не-не-не, ящик с собой. Дальше мы прошли, сели в самолет, ящик я поставил под сидение опять. Достали гитару, и тут самолет начал разбег. И стали все орать, где этот военный козел с нашими водками? Где он? Уже трубы горят. И вот самолет оторвал переднюю стойку от ВПП. И в это время стали открывать эти бензи и прямо принимать водку. В общем, когда самолет прилетел, уже все были хорошие. И вот это счастье так. Потом нас посадили в огромный автобус. Тоже на ВПП нас встречали два народных ансамбля. Бешеные, необразованные артисты побежали доставать свои чемоданы. А мы, поскольку были люди серьезные, Журов, Диодий, я и Николай Николаевич, вот этот графон. Стояли внимательно, смотрели, как там танцуют эти самые. Сначала танцевали виздинку, потом казачья ансамбля стала это все петь. Нас встречал министр культуры Карачаево-Черкесий. Ну, посадили в автобус, привезли в гостиницу. Привели в столовую. Дальше была такая потрясающая совершенно сцена. Ну, 50 человек артистов. Подводят, такая тумочка метр четыре длиной. Сверху стоят стаканы, кружки. Открывают тумочку, там внизу стоит водка. Вот, четыре метра водки, представляете. Сверху вода, Меркурий, четыре метра воды. Подходит и говорит мужик, берите сколько хотите. У артистов, знаете, температура воздуха сразу стала повышаться. То есть там внутри началась бешеная работа интеллекта. Что делать? Я, поскольку не одесса, просто подошел, взял две бутылки. Разозаходит, мычанин разозвукат. Да, но эти две бутылки так у меня не простояли, я потом их сдал. И вот полное счастье мне дали такую маленькую оранжевую карточку, которую сказали, что это пропуск в зенскую баню. То есть везде, где я ходил, я доставал эту карточку, меня пускали без очереди, бесплатно. И просили у меня автографы. Меня принимали за какого-то этого самого. Хотя я честно всем говорил, что я не звезда шоу-бизнеса. И вот горы там ниже, чем Кирской. Там где-то полтора километра всего. И вот ощущение вот этого праздника, носок у меня пронизало, что первый же день я ехал на канате с лыжами. Рядом со мной ехал местный человек какой-то. И вот я у него спросил, как будет по-вашему пожелание добра? По-моему я это все задиктовал. Я большими грустями буквами записал. И получилась вот эта замечательная песня, которая мне самого больше нравится, потому что как-то в ней искренняя радость содержится. В небе искоркою пролетит самолет моя белая птица. Я себе пожелаю уйти, чтобы завтра опять возвратиться, чтобы тянулась волшебная нить. Шла в мой город, куда я уехал, Чтоб подольше в душе сохранить Это теплое горное эго. Краски легкие наискосок Моего добровольного плена. Твое солнце запомнит в висок, Твои склоны запомнят колено, Твою силу подхватит мой шаг, Твое мужество руки и плечи, Твое небо запомнит душа. Светлым домом пойми не вечность. Лыжный рай, на-на-на-на-на-на, Светлый край, на-на-на-на-на-на, Нам пора, на-на-на-на-на-на, Распростится мой детскор, На-на-на-на-на-на-на, Мой дамбан, на-на-на-на-на-на, Два крыла, на-на-на-на-на-на-на, Горные птицы. Золотые приметы к добру, Крылья ветра и небо куаши, Радость чистую светлую грусть И улыбки волшебные баши. Это все я с собой унесу, Мне пограждать тяжелой не будет, Дай Господь вам кумыша ползун, До свидания, добрые люди. Лыжный рай, на-на-на-на-на, Светлый край, на-на-на-на-на, Нам пора, на-на-на-на-на-на, Распростится мой детскор, на-на-на-на-на, Мой дамбай, на-на-на-на-на-на, Два крыла, на-на-на-на-на-на-на-на, Горные птицы. Горные птицы. Горные птицы. Горные птицы. До сих пор заболевания горами. А вообще, конечно, я наблюдаю за собой, пришелкою, что все, что я пишу, это ослабленный вариант Висборра. Я предложил Таню Бисборру. Я говорю, давай сделаем песню, я сделаю диск, который будет называться «Песни Бисбора, написанные Михаилом Галентином». И вот сейчас я одну из этих песен вам свою, вы поймете, в чем дело. Просто у каждого человека есть свои учителя, на которых ты похож, независимо от того, хочется тебе или не хочется, как у каждого мужика, ничего не запоминать. Есть свой сериалитик женской красоты, чтобы здесь было вот так, вот здесь было вот так, вот здесь было вот так. Вот сериалитик моей женской красоты сидит вот на втором ряду, вот в очках. Вот девушка с розовым верхом. Так получилось. Я в этом совершенно не виноват, и она тоже не виноват. Это, знаете, как бы явление природы. Что солнце восходит на востоке, а садится назад. В этом есть, конечно, глубокий и физический смысл, потому что, конечно, Висборд описывал великую технологическую нашу, великое технологическое государство Советский Союз. Он бывал в разных местах, он видел, как это все происходит, вот, и он это дело видел, сознательно писал про это все. А писать долго, как-то витиевато, это неправильно. Он писал так, как вот должно быть описано именно это. Потрясающая вещь, у меня потрясающая песня есть про космонавтов, про запуски космических аппаратов, то, что мало слушают, про подводников и так далее. И вот, как бы, все у меня получалось, вне моего желания, песня про... У нас распространено такое явление, когда мы ходили ночевать в кафе Ай, приют кафе Ай, вы знаете, там рядом, который сейчас, к сожалению, не работает. Там раньше была гостиница, там было 4 комнаты, там было 28 подсадочных мест, потом ее перестроили, оставили всего 8. Ну, вы знаете, что нет предела советскому человеку, мы там ночевали, нам было 32 человека, на этих 8 койках, и всем было хорошо. Песня называется «Завтрак с видом на изброс», у Висбера есть потрясающая повесть, я вам всем рекомендую почитать. Там кафе Ай, приют, и вот если накрывают утром завтрак в дальнем углу с видом на изброс, это называется «Завтрак с видом на изброс». Если в ближнем углу с видом на изброс, это «Завтрак с видом на изброс». Причем, самый термин придумала Света Шевченко, которая была хозяйкой кафе Ай, мне с ней посчастливилось два раза встречаться в жизни. Вот, и она мне вот это все рассказывала. Я говорю, «Свет, и вот Висборг ночевал там, и неужели у тебя с ним ничего не было?» Он говорит, «Я смотрела, нет, нет, я был хозяйкой, не помню». Такая женщина твердая, как кремень. Мы ночеваем в приюте Среди снегов, ветров и скалок, В непритязательном уюте, где звезды около виска, Где дверь красиво мелодична поет приветствие слова. Мы много пили, много пели, забыв про грусть и рост и цен, И вместе над землей летели в кафе хрустального кольца, И под заснеженным карнизом рождались нужные слова. Игорь Иосифович Висборг нам с неба тихо подпевал, Больше некуда, дружок, торпиться, жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Нас эта жизнь научила, не верь, не бойся, не проси. Ищи друзей согласно чину, от боли вслух не голоси, От плетки так же, как от водки, пусть не кружится голова. И в мире лучше нет находки хоть раз на небе побывать. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. И был восход над всей планетой, и завтрак с видом на Эльбрус, И нам лила Шевченко света зеленый терпкий чая вкус. И мы на лыжах мчались к низу, и вновь февраль был на дворе. И Юрий Иосифович в избах нам улыбался из дверей. Лыжи в печке стоят, гаснет закат за горой. Месяц кончается март, скоро нам ехать домой. Больше некуда, дружок, торопиться, жизнь сама нарисовала сюжет. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. Время прошлое стекает водицей, мы с тобою, брат, на небе уже. На небе уже. На небе уже. Ну и мне, конечно, приятно, потому что эта песня подзвучала в Кремле в прошлом году. Вместе с Володей Честим, вместе с Андреем Дербиловым. Мы эту песню спели, и мне сказали, что получилось неплохо. Ну а сейчас, дорогие друзья, сами понимаете, главный человек в моей жизни – это моя любимая жена Екатерина Львовна Калентинова. Который, похлопайте, пожалуйста. Дружеская героиня, которую она побеждает в боях самой, котом, Ваней, Степой, Светой, Олей, и еще миллионом всяких замечательных вещей, которые на ее тернистом пути она их собирает, выстраивает перед собой, а потом всех побеждает. Потом всех моет. А сначала всех побеждает, а потом всех моет. Вот. Я куплю себе милет в тот небесе, в тот сезон, когда на небе прибив, И на тонких досках старого кресла Потихоньку оттолкнусь от земли. Станут нитками река и дорога, Станут кубиками лес и дома, И игрушечными боль, и тревога, Как туман, как летний туман. И, взглянувши сверху вниз напоследок, К краю самому легко подкачу, И глоток холодный ветра отведав, Корабли своих в погода пущу. Стану птицей, стану сном, стану чудом Среди солнечных столбов золотых. И кем был я, и кто есть, и кем будут, За меня и напишут команды. Я слышу свет, я слышу ветер, Я слышу всех, кто здесь спускался на меня. Они живут на небе вечно, Как тот вчерашний, по горе летящий я, Как тот вчерашний, по горе летящий я, Как тот вчерашний, по горе летящий я. А потом весна поднимется в горы, И на лыжах нам чехлы застегнет, И в прошедшее помчится так скоро Этот год, этот год. И в ручьи выйдет снегов вдохновенье, Не держи тоску в душе, не держи, Потому что твой сезон, к сожалению, Это жизнь, вся твоя жизнь. Да будет снег, да будут лыжи, И в наших лыж на нашем сне не хранжи, Ведь нам без них уже не выжить, Ведь наш сезон, вся наша собственная жизнь. И выдох твой ветра студят, Река времен не останавливает бег, Но здесь без нас он вечно будет, Как высота, как этот свет, как этот снег. Как высота, как этот свет, как этот снег. Как этот снег. Ну, до конца концерта остается немного времени, И за всем я сейчас, вот мы еще одну песню написали, Я ей с удовольствием спою песню, Я хочу посвятить своей бабке. Ну, у каждого, собственно, из нас есть Масса поводов, чтобы гордиться, К сожалению, мы просто живем, Вот я жил во время, когда это было не принято, Я разговаривал с Аликом Мерзояном, Человек, который очень много знает Нужного для каждого из нас, к сожалению, Их не учат ни в школе, ни в институте. Он говорит, вот смотри, разговор там был про национальности, Про жизнь и про все остальное. Национальность, да? Вот сколько у тебя было родителей? Двое. Баба и мама. Сколько у тебя было бабушек и девушек? Четверо. Сколько у тебя было прабабок и родителей? Восемь человек. Сколько у тебя было родственников? Тысячу лет назад. Миллион. Уже все почти. Миллион. Ведь за каждого из нас стоит миллион человек. Вот. И поэтому тут, знаете, с одной стороны, Очень много вещей сразу как-то становится Понятно. Что мы делаем самостоятельно? Мы ничего не делаем самостоятельно. А вот этот миллион, который за нами. Он говорит. Он смеется. Он плачет. Он что-то делает. Просто вот в этих условиях эти люди, которые вложили в нас свою жизнь. Вот. И я сейчас хочу спеть песню, которую я посвящаю своей папке. Зинаида Алексеевна, это мать моей матери. У нее был супруг, второй секретарь обкома, который Весь обком посадили в 1937 году. Он остался один. Недосажный. В 1939 году он ушел на работу. Вечером ей пришли и сказали, что, знаешь, он Скоропостижно скончался. То есть, видимо, его просто убили. Потому что надо было, видимо, добирать всех остальных. И бабка осталась одна с тремя дочками. Вот. А когда началась война, ее брат посоветовал ей с фронта в письме, что давай, говори оттуда, пока тебя тоже не прибрали. Вот. Она собралась, взяла чемодан, трех дочек, и поехала из Сибири в Казахстан. По дороге ее чемодан убрали. Она приехала в Казахстан с тремя дочками. У нее было различных вещей, территочных сил. Вот. Поселили их казаху, у которого жило уже девять семей. Там жили немцы, сослы у них положения. Чечены, сослы из Чечни. И так далее, и так далее, и так далее. Их поселили, поскольку они были женщины, надо было в теплесе. Их поселили в сарай со среди. Там было тепло. Потому что все остальные жили просто на улицах земля. Вот. И что там делала бабка, никто не знает. Но она оттуда вернулась в 45-м году двумя орденами. В орден Ленина, в орден Владового Красного Знамени, 10 медалей. Одна. У нее не было мужа, у нее не было поддержки. Она жила у Казахстана в Сибирном Сара. А вернулась вот так вот. Вот. И что она делала? Она никогда ничего не рассказывала. Вот. Она просто сидела, очень любила, когда приходили мужики к отцу в гости. Она садилась в краешку, ей наливали дюмочку. Она заколивала Беломолину и внимательно сидела и слушала. А сама ничего не рассказывала никогда. «Кремень». Вот. И вы попросили спеть песню, что вы называете «Ветеран». И я эту песню спою, сюда посвящу ее своей бабке. Вот. Ушла она из жизни в Крыму, в том же самом поселке Школьное в 1973 году. Вот. Провожать ее пришли все бабки из нашего городка. Бабки делились на две части. Половина бабок верила в Бога. Ну и когда она ушла из жизни, пришли эти бабки, которые верили в Бога, принесли сам, принесли тазик со звездкой, крестики принесли, обложили ее тазиками, крестиками, бумажку ей налог положили. Вот. И помолились и ушли. А потом пришли бабки-коммунистки. Они тазик со звездкой выбросили с балкона, крестик собрали, бумажки все сожгли. Сама нам помыли пол. Ну а потом, когда бабку выносили, все пришли и те, и те. Плакали друг у друга на груди, просили прощения. Вот. И вот бабка там до сих пор находится. Вот в Крымской земле. Там. Ветеран. Может быть, мы воевали неправильно? Может быть, мы воевали неловко? Может быть, мы воевали неловко? Не успевали всех вытащить? И наступали без арт подготовки. Верили слепо в теорию книжды. С криком неверным отаки ходили. Только вот мы и победили, и выжили. Только мы выжили и победили. Выжили через победы великие. Всех от комрод до товарища Сталина. Мудуя через приказы и гидея. И через крупа и тисы на стали. И через русскую неосмотрительность. Через немецкую их аккуратность. И нарожали всех вас, ускорителей. И перестройщиков и демократов. Это ведь мы, не сгоревшие в танках, Выжившие в полевых медсамбатах. Это ведь мы, лет военной огранде. Это ведь мы, это мы в сорок пятом. Время летит, как его нестреножил. Мы уступаем роли в своих лодках. Как вы сумеете, стяжите, сможете. Время ли вас, или вы его все-таки. Через премудрости, через нелепости. Очередные политиков измы. Хватит ума ли у вас, хватит крепости. Место свое отстоять в этой жизни. Мы иногда поворчим по-отечеству. Только поймите, в парагах или банках, Если сумеете по-человечески. Значит, не зря мы ложились под танки. Значит, не зря были марши парадные. Мертвых живыми пусть души не маются. Только бы жизнь была у вас сладной. И все равно, как она называется. Это не мы, не сгоревшие в танках, Выжившие в палевых медсанбатах. Это не мы, это военные гранди. Это ведь вы, просто вы, сорок лет. Дорогие друзья, я хочу петь две крайние песни. Дорогие друзья. Думаю, что будет правильно. Если я поблагодарю вас за то, что вы сегодня пришли. И подарили мне кусочек своей жизни. Спасибо вам огромное. Думаю, будет правильно, если я хочу вас пригласить. У нас сейчас 3-4-5 июля в парке Волхонка в городе Надинске будет проходить фестиваль «Платформа Победа». Который получился из того, что часть людей, которая раньше ездила на грушку, туда не поехала. Платформа «Остров» – это Владимир Кожикин. Фестиваль имени Пущино, который проводит Сережа Деревенко. И наши сцены будут работать там. Там уже записалось около 200 коллективов музыкальных. 3-го, 4-го, 5-го июля. 3-го там будет выступать «Норд-Ост» вечером. А 4-го будет финал нашего фестиваля «За Россией» и «Санта Спецназ» днем. Вечером будет выступать Игорь Морозов и ряд других товарищей, которые интересно, мне кажется, будут послушать. Вход совершенно свободный. И если у вас будет время, будем рады там вас видеть. Город Надинск, парк «Волхотка». Это 10 минут идти от станции железной дороги Надинск, которая там находится. Вот. Ну, а я заканчиваю свой концерт. Могу стать успеть. Дорогая. Что-нибудь красивое какое-то. Знаешь, мне кажется, что в истории осталось песню про лейтенанта звучит. Про лейтенанта? Это какая у вас про лейтенанта? А все равно ты будешь... А все равно ты будешь наказан. Выполен, да? Да. Юра. Ну, вроде бы тебя, песня была написана в далеком, прекрасном 97-ом году. Поскольку, вы знаете, есть закон природы, который Нику не отменял. В общем, ладно, мы сами все поймете. А ты только поешь по-честному? Нет. Нет, я и пою такой лекарственной лейтенанта. Я и пою такой лейтенанта. А археологики над замечательный. Он мохнатый, пушистый и розовый. Он в ботинках, начищенных тщательно, весь скрипит, словно стебель березовый. Излучая служебное орденье, подчинение символизирует, и начальников общее мнение ему бешеный рост прогнозирует. А всё равно он будет выбоим, Пусть во мне рвёт сомненье в грудь. А всё равно он будет выбоим, Когда-нибудь и тем-нибудь пускай сияет череп нимбами, Но этот брат произойдёт, а всё равно он будет выбоим, Как и раз в последний самый год. Вот полковник-мужчина значительный, Чтоб любых может выиграть в спорах. Смелый опытен он исключительно, И красив, словно крейсер Абрура. Обаятелен он, удивителен, И познал все крутые пути. Смелый опытен он исключительно, И сплочённый за этот коллектив, А всё равно он будет выбоим. Пусть во мне рвёт сомненье в грудь, А всё равно он будет выбоим, Когда-нибудь и тем-нибудь пускай сияет череп нимбами, Но этот брат произойдёт, И всё равно он будет выбоим. Как и раз в последний самый год. Коммунисты или там демократия? Бублик розовый с хреном и смаком, Знай любая военная братья, Что конец твой всегда одинаков. Ганнибалом Суворовым были бы, Штирлиц, Сухов, щипай, А всё равно, Но тебя, 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 тебя и меня Обязательно выбоят, И не спой ты, товарищ, со мной, А всё равно ты будешь выбоим. Пусть во мне рвёт сомненье в грудь, А всё равно ты будешь выбоим. Когда-нибудь и тем-нибудь пускай сияет череп нимбами, Но этот брат произойдёт, А всё равно ты будешь выбоим. Как и раз в последний самый год. Та-ра-ра, та-ра-ра. Ну, а крайнюю песню я хочу вам всем поблагодарить За то, что вы сегодня здесь, За то, что вы пришли, За то, что вы мне подарили кусочек своей жизни. Для меня это очень важно, Это самое главное, что может быть. Знаете, так получается, Вот у нас сейчас очередной наш друг, Не очередной, извините, а очень большой наш друг, Владимир Витальевич Харчевский. У него была тяжёлая операция, Ему отрезали желудок. Вот. И сейчас он на реанимации восстанавливается. Вот. Надеюсь, что мы соберёмся в августе на концерт, Для того, чтобы собрать ему средства на лечение. Просто когда такие вещи с тобой рядом происходят, Понимаешь, что человеческая жизнь ограничена, И очень важно, чтобы то, что происходит с тобой, Было не драковать, по крайней мере. Вот. Сегодняшний концерт для меня лучший подарок. Вот. И я хочу ещё раз вас поблагодарить за то, что вы приехали, За то, что вы подарили мне живое ваше внимание. Вот. Для нас это очень важно. Это наша жизнь. Когда люди слушают, когда люди вместе с тобой. Да будет мир на ваших океанах, Да будет свет на ваших кораблях, Да раскроются охладные туманы, И встретит вас с сиренями земля, Да будет мир и праздник в доме вашем, И свежий ветер в ваших парусах. И до краёв всегда налита чаша, И только ваше время на часах. А вашим птицам вниз не опускаться, А ваших стрел не тратить на пустяк, А добрым снам и снится избываться. Да будет так, да будет так, И пусть покой сойдёт на вашу пристань, И я тряду, друзья, от вас в виду. Да будет так, и ныне же и пристань, И все двенадцать месяцев в году. «Всё» Спасибо. Хочу сейчас предупредить ещё раз. В сентябре у нас будет два праздника. Два больших концерта у нас будет в сентябре. 18 сентября здесь будет день рождения Татьяны Николаевны Маталины. В большом зале. Который исполняется 60 лет. У которых будет на дне рождения. Александр Алексеевич Городницкий. Вадима Валерия Мищуки. Леонид Сергеев. Тимур Шаров. Ну, обещали найти вот эти все люди. Ну, естественно, мы все будем там. Татьяна Николаевна Маталина. Это человек, который проводил крупными московскими самыми интересными фестивалями мёртвовской песни. А 24 сентября в Шаре мы вместе с вами будем праздновать 80-летие по центральной турбазе Терского. Которая 80 лет исполняется. Мы решили, что будет правильно. Если мы все вместе соберёмся, посмеёмся, покажем ему свои старые фотографии. У меня просьба, если у вас есть старые фотографии Терского, и присылайте мне на сайт. Адрес сайта известен. Можно взять моего директора. Мы хотим сделать такую ностальическую встречу тех, кто был освещен, чья жизнь была освещена огнём этой потрясающей культурной точки. А я хочу, чтобы вы поблагодарили аплодисменты нашего потрясающего звукооператора. Спасибо вам большое. Великолепный звук, очень приятного работы. Дорогие друзья, до свидания, до новых встреч. Гнездо Лухаря – это центр вселенной. Давайте жить, давайте петь, давайте верить, что мы победим. Спасибо.